Зрителям даже отдохнуть некогда будет. Ну да, потому что, к большому счёту, здесь не будет вот такой ситуации, когда мы все будем ждать, когда закончится такая настоящая группа. Мне кажется, что Наташа Заполотная в рывке всё равно должна уйти от Евстюхиной. Да, рывок это её коронка. Чётко, красиво. Как приятно смотреть, как у нас выступают наши спортсмены. Да, приятно смотреть, но мне кажется, что судя по этому подходу, хочу сказать, что я не уверен, что у Наташи Заполотной коронка, рывок. Потому что Надежда Евстюхина, по-моему, килограмм 10 может прибавить точно совершенно. Как вчера Татьяна Матвеевская. Ну я приехала сюда бороться с Оксаной Сливенко за первое место. Да, да, нет, здесь точно будет борьба. Смотри, какой чёткий подход. Чётко, без всяких, тут даже нет никаких шансов на какие-то там, чтобы вы играли плечи или бегать по помосту. Нужно чётко каждый подход поднимать. Европейский рекорд 131 килограмм в рывке. А мировой рекорд... Наталья на 128. На 128 идёт Наталья. То есть Наташа Заполотная начинает 3 килограмма минус европейский рекорд в рывке. Вот вам спор килограмма. Мировой рекорд. Это как раз рекорд Светланы Подобедовой. Установленный ей на чемпионате мира в Анталии. Евстюхина Надя. Меняет вес. Она хочет на 130 килограмм. Ничего себе. Ну, судя по первому подходу, она готова на 130, в принципе. И они, я думаю, эти веса делали на тренировках. Я думаю, что вот иначе бы сейчас они так спокойненько бы здесь не шли. Он и Солтна Снавч контролирует. Он не позволит никаких... Да, но при этом Солтна Каракотов как раз должен быть абсолютно независимым в этой компании. Чтобы ни в коем случае не показать своё истинное пристрастие. Он должен быть таким независимым арбитром. А он так и ведёт себя. Потому что иначе нельзя. Очень нужно тактично быть в этой ситуации. Ни показать никакие там симпатии какие-либо к спортсменам. О, молодец! ты знаешь мне даже как будто я поднялась тяжело ты знаешь это конечно не такой чистый подход как первый подход но и здесь какой большой дано рецепта но при этом обратили вани что и здесь после вот этого подхода над действиями есть куда еще идти дальше есть даже 3 4 можно прибавить трясло плечи лишь в этот момент вес большой да ну ты понимаешь но все равно еще есть куда прибавлять 132 подобедово заболотная да мы уже светлана включили чемпионат европы а как рад тренер наталья чемпионат европы а нам девочки сегодня показывают камерам результатом потому что они все играют против сезона подобедали наверно знаю всю историю для не знающего такая краска и справка слона подобедала российской штангистка который в этой весовой категории космиссис вместе с евстюхиной вот в этой же кампании место не хватило и она уехала и несколько лет там от на перебралась в казахстан ну и сегодняшний момент цена подобедова чемпионка мира обладает всех мировых рекордов и неоднократная чемпионка главный претендент я думаю что на олимпийскую победу в этой весовой категории поэтому а при этом она так и остается приятнее всех молодежи стучных вместе годы провели до этого на подмосковной базе в розе на разных соревнованиях наталья заболотная на 133 перезаказала ну два килограмма на прибавила надеюсь 132 132 это уже новый европейский рекорд настолько близко чуть-чуть доработать ногами очень обедно очень важен был подход для нее даже сейчас посмотрим как наталья будет бороться с весом 133 килограмм понятно что это для нее веса который она уже брала но все равно он большой да ну вот смотри максимум сколько может делать заболотная мне кажется это там 135 правильно потому что я перезавил на 158 перенесла надежда наташа заболотная и пойдет на сто пятьдесят шесть надежда истюхина истюхина до начинает минус килограмма от мирового рекорда а у нас европейские сто сто шестьдесят килограмм никак не могут видишь с перезаят не справиться и все время пошло истюхина до сих пор истюхина до сих пор Фиксирует первый подход очень хорошо, 156 килограмм. Да, господа, я думаю, что мы сегодня уедем за пределы норовых рекордов все-таки. В толчке может даже быть. Наташа тоже попыталась рывок сделать в рывке мировой рекорд. Если ты говори, абсолютно непредсказуемый спор Наташи Заболотиной и Наде Евстухиной. Нет, почему непредсказуемый? Нет, непредсказуемый результат этого спора. А то, что они будут так близки, мы знали. Чем это закончится, совершенно непонятно. Осталось всего лишь по два подхода. Я тебе говорю, я даже не имею права прогнозировать. Да нет, ну здесь даже если ты имела право прогнозировать, ты бы и не могла. Сейчас пойдет Наташа на... Странно, Наташа сидит с лапцом, никто к ней из врачей не подходит. Я не думаю, что там на самом деле есть недостаток в врачах, потому что они там есть. Видимо, ее решение. Рекорд мира на врачах, 162 врачах. Мировой рекорд новый. Мировой рекорд. Тяжело. Интересно, здесь еще вторая попытка. Мне вообще не понравилось, как она начала это движение. Вообще, не такой уж не большой вес. По готовности, как она в разыночном зале работала. Вот она... Сейчас очень смешно, да, с Солстом Каракотов? Не то, что смешно, а вот так по делу. Сейчас, смотри, здесь же я тебя перебил. Ты видел, да? Она позволила себе эмоционально отреагировать. А он ее хрясет. А он ее сразу разглазит. Нет, не разминаться к третьему подходу, знаешь, или к другому. А что ты расслабляешься? Иди подходи. Раз уж заказала такой вес, так уж, пожалуйста, подходи. На самом деле, это очень большой вес. И молодая спортсменка, думаю, сейчас соберется. Вот. Не, ну что, молодая. Понимаешь, что все молодая спортсменка, но... Да, я все поняла. Но Светлана Подобедова. Ты понимаешь, здесь же Светлана Подобедова, 107 килограмм. Это их же приятельность. У нее полторы минуты отдыха есть еще у нас. Ну, Надя, давай, мы ждем мирового рекорда. Третий подход, 162, тот же самый вес. Третий подход, 162, тот же самый вес. У нас есть мировой рекорд на этом чемпионате Европы. Умничка. Ну что ж, вот так вот красиво Надежда Евстухина заканчивает свои выступления. Я уверен, что как только у нас представится такая возможность Антону Леонову пообщаться с Надеждой Евстухиной, мы сразу ей воспользуемся. Необходимо просто сейчас ее, во-первых, и поздравить, потом, конечно же, для нее это феноменальный успех. Во-первых, она сначала обыграла свою соперницу, на протяжении многих-многих лет, Наташу Заболотную, а вот этим подходом она обыграла и Светлану Подобедову. А Наташа Ширяева, ее личный тренер, даже не выходила. Даже не выходила вот сюда в зал, чтобы посмотреть вот этот подход. Конечно, она смотрела наверняка в разминочном зале. Как в 162 толкала Надежда Евстухина. Давайте дадим слово Антону Леонова. Надежда, ну что ж, поздравляем вас с этим успехом. Скажите, что было самое сложное в этих соревнованиях? Самое сложное, это, наверное, не знаю, собраться с мыслями, понять свою ответственность, потому что столько болеет за меня людей, родственников, вообще, это, наверное, самые яркие эмоции, которые я получала за последнее время сегодня. Мне приятно, что я в центре внимания. Спасибо всем, кто из меня болел, родным, близким. Оля, Оля, сестра Оля, мама, папа, бабушка, дедушка. Всем спасибо, всем друзьям. Скажите, а на тренировках такие веса брали вообще? Да, да, брала. То есть, как бы, это не впервые для меня. Но на международном помосте это впервые. Кто был основным конкурентом, кроме Натальи Заболот? Ну, наверное, я и штанга. Я, как бы, стараюсь делать акцент на то, что я борюсь сама с собой. Со своими эмоциями, со своими страхами. И выхожу вперед. Спасибо, Надежда. Еще раз победы. Поздравляю серебряные медали. Ну что ж, поздравляем еще раз Надежду Евстюхину. Феноменальный, конечно, результат, который ей показан был сегодня. 162 килограмма. Наташа Заболотная повержена Надеждой Евстюхиной впервые в жизни. В прошлом году на чемпионате Европы она ей уступила. Ну и сейчас, я думаю, что после вот этого подхода, после вот этого выступления, и после вот этого результата, 162 килограмма в рывке Надежды Евстюхиной, и 292 в сумме, вопрос, кто лидер в этой весовой категории в России, уже не нуждается в объяснениях.